Всем огромнейший привет и добро пожаловать на мой канал. Как вы можете заметить, я сегодня сижу перед вами без макияжа. Я на самом деле безумно этому рада. Надеюсь, что мои продвижения в улучшении состояния моей кожи будут стремиться только лучше. Тема на самом деле сегодня у нас с вами не об уходе. Я хотела бы рассказать вам о своем знакомстве с кисточками для нанесения тонального крема. Я, наверное, единственный блогер, который настолько поздно познакомился с кистями для макияжа, потому что, честно говоря, я считала, что это, во-первых, пустая трата денег, во-вторых, пустая трата времени, потому что наносить тональный крем руками, мне кажется, это гораздо быстрее, гораздо проще, и плюс тональный как-то уже сам разогревается, когда вы только пальцем его наносите. Но я приобрела себе две кисточки. Сегодня я хотела бы сделать обзор на одну из этих кистей. Мне она безумно понравилась, и, девчонки, я честно вам могу сказать, я влюбилась в кисточки для макияжа, потому что макияж с ними выглядит абсолютно по-другому. Он как-то более ровно и более тонко, что ли, наносится на кожу. И сегодня я хотела бы поговорить с вами вот о такой вот кисточке. Она у меня не совсем чистая, потому что я действительно пользуюсь ей каждый день. Эта кисть у меня от New Air Cosmetics, и называется она F68. Сейчас я сделаю немножко камеру поближе, чтобы показать вам, ну и, собственно, как она в действии. Эта кисть у меня более набитая, нежели следующая, которую я вам покажу, но это будет немного позже, чуть-чуть в другом видео. Я извиняюсь за то, что я буду жмуриться, потому что все-таки очки я ношу не просто так, но сейчас я в стадии отвыкания от очков. Собственно, кисть вот такая вот. Она очень красивая. На самом деле, одно удовольствие ее использовать и также одно удовольствие держать ее в руках. Она у меня еще не проходила ни одну помытку, поэтому она у меня в тональнике за неделю использования. Она достаточно плотная. У нее очень большой, достаточно такой удобный диаметр. Могу сказать, что эта кисточка дает немного более плотное покрытие именно, чем следующее, которое я вам покажу в следующем видео, но я надеюсь, что вы заметите разницу, потому что я разницу вижу колоссальную. Сегодня я буду наносить на себя два продукта с помощью вот этой вот замечательной кисточки. Это мои любимцы уже неоднократные. Я уже на протяжении нескольких месяцев пользуюсь только вот этими вот продуктами. Вы можете заметить то, что тональник у меня уже подходит к концу, но, девчонки, он реально мне нравится. Единственное, что он все-таки не настолько хорошо матирует, как я думала, но я в восторге. Вот эта штучка очень хорошо подойдет обладателям именно сухой кожи, потому что он очень здорово увлажняет. И, собственно, это панстик от Max Factor у меня в 12-м оттенке True Beige. Я его очень люблю. Давайте вернемся все-таки к нанесению тонального крема. Сейчас я попробую найти у себя какое-нибудь зеркальце, которое мне будет удобно смотреться, удобно красить. Сейчас, кстати, вам покажу ежедневную свою технику нанесения средств вообще, как я крашу. Собственно, панстик беру, наношу на именно более такие проблемные зоны, где у меня больше высыпаний и, собственно, с областью в область под глазами. Потому что мешки и синяки у меня такие достаточно сильные из-за того, что я очень мало и очень плохо сплю. Я нанесла. Теперь беру свой любимый тональник и также несколько капель добавляю его на все лицо. Это я делаю для того, чтобы немножко придать такой отдохнувший, загоревший оттенок своему лицу, потому что я сейчас бледная, очень углубилась на очищение, но все-таки я загораю. То есть сейчас я хожу именно в солярии и, кстати, могу сказать, что для моих высыпаний это послужило очень хорошим плюсом. И то, что, кстати, я сгорела безумно сильно, я вам потом как-нибудь об этом расскажу, но да, был у меня период, что я вообще краситься не могла. Я даже улыбаться не могла и есть не могла, ничего не могла. Беру кисточку и просто круговыми движениями начинаю разносить тональный крем по своему лицу. Она очень хорошо разносит тональный крем, абсолютно его, как бы сказать, не растягивает кожу. Мне очень нравится эффект этой кисточки, она очень хорошо, кстати, прорабатывать, ей стало мне удобно, очень хорошо прорабатывать вот эту вот зону, чтобы не было нигде никаких проплешин, эффекта маски. Я реально в восторге просто от этой кисточки. Сейчас, кстати, сделаю немножко камеру еще поближе, потому что, мне кажется, вам плохо видно саму плотность покрытия нанесения тонального крема. Наношу тональный крем и на веки, потому что я всегда так делаю. Не забывайте про виски. Надеюсь, что вам видно, что плотность тонального крема достаточно хорошая, то есть он не убирает слишком много тональника. Да, мне просто безумно нравится результат. Кто-то может сказать, что слишком припудрено, слишком замазано, но реально, это потрясающе, на мой взгляд. Я никогда не думала, что у меня будет настолько сильная любовь к кисточкам для макияжа. Не забывайте прорабатывать также область вокруг волос, но не надо замазывать все волосы тональником, потому что это очень сильно видно. Давайте про область вот эту вот, когда ваше лицо переходит к шее, потому что это очень важно. Очень большое количество девушек ходит именно с эффектом такой маски на лице. Я этого абсолютно не понимаю и мне не нравится. Собственно, вот, вы можете видеть то, что эффект достаточно такой натуральный. Никаких проплешин, никаких пятен, все очень ровно, тонко, достаточно натурально, ну, как по мне, так натурально. Я безумно довольна этой кисточкой, поэтому всем могу ее посоветовать. Я сделала вывод, что все-таки накрашу себя с вами, то есть это будет такой небольшой обзор на кисть и также Get Ready With Me. Для начала я сотру то, что у меня здесь нанеслось на губы и таким образом как бы у меня образуется база для уже продукта для губ. То есть я пока не знаю, какую помаду точно я буду использовать, но я их как бы так вот подготовила. Еще один такой подготовительный шаг для моего макияжа, это я нанесу на свои губы бальзам от Nivea, очень сильно его люблю. По-моему, это один из самых лучших, наверное, бальзамов, которые я только встречала, потому что он, во-первых, придает цвет губам тем, кто не любит такие, вы знаете, яркие какие-то губы, те, кто любит именно натуральные, какие-то даже больше нюдовые. Он выбеливает губы, собственно, вы можете это видеть, да, я не буду так ходить, потому что сейчас весна, хочется больше сочности, больше яркости, но он очень хорошо увлажняет губы, подготавливает их для нанесения именно помады, блеска, либо карандаша, не знаю, кто как чем, кто чем пользуется, на выбор. Далее, значит, губы я свои подготовила, пока они будут ухаживаться, увлажняться, я буду краситься. Сегодня я хочу вам, опять же, покажу тот макияж, который я использую в повседневной жизни, то есть я крашусь так каждый день, потому что этот макияж занимает у меня минимальное количество времени с утра, и мне он действительно очень сильно нравится, и я могу сказать, что это, наверное, один из любимейших моих сейчас макияжей, потому что я, когда выработала для себя вот такую вот именно технику, я поняла, что мое количество времени на сборы сокращается просто в какие-то гигантские размеры. Я гораздо быстрее собираюсь и перестала опаздывать на работу, что является огромным просто плюсом. Далее, что мы с вами будем делать? В качестве теней, в качестве хайлайтера я использую сейчас именно хайлайтер. Хайлайтер у меня это один из самых знаменитейших бенефит What's Up, и, собственно, я наношу его как на вот эти части, как над губой, так, собственно, под бровью и на все подвижное веко, потому что у меня этот хайлайтер выступает именно в качестве теней. Наношу его аккуратно достаточно в внутренний уголок глаза, чтобы так подсветить, освежить свой взгляд, чтобы не казаться такой уставшей, как я, на самом деле, сейчас каждый день вообще в таком состоянии непонятно пребываю. Также делаю, заметьте, не на припудренную абсолютно кожу наношу вот сюда. Я надеюсь, вам достаточно хорошо виден тот эффект, который дает этот хайлайтер. Мне он очень сильно нравится, но я уже пользуюсь им достаточно долго, и мне кажется, честно говоря, он просто нескончаемый. Также вот здесь вот на губу наношу, чтобы как-то подсветить и сделать свои губы больше, хотя, не знаю, мне нравятся мои губы, честно говоря. Далее растушевываю на глазах его и перевожу его на все подвижное веко, как бы делая уже именно тени сами наношу. То есть этот макияж реально, если без болтовни, без каких-то таких вот улетаний хайлайтера, этот макияж делается буквально 5-7 минут. Поэтому, девчонки, у кого нет времени абсолютно на утренний макияж, могу вам посоветовать именно такой вариант. То есть, ну как бы, продукты вы можете варьировать, но он очень удобный и очень быстрый. Это я вам точно могу сказать, учитывая то, что я достаточно много времени практически каждый раз тратила на макияж. Сейчас это происходит гораздо быстрее. Далее, что я беру? Я беру свою одну из любимейших растушевочных кисточек. Это у меня кисточка, на самом деле, от Essence. Тоже вы можете заметить, что я ей пользуюсь, активно пользуюсь. Я не стала предварительно специально мыть кисти, потому что посчитала это просто ненужным. Хочу, чтобы вы увидели, как у меня в обиходе именно это все происходит. Беру тени, опять же, от Benefit из, кстати, вот этого наборчика. Наборчик у меня был The Bronze of Champions. Вот такой вот набор. И здесь были вот такие вот тенюшки. Я, честно признаюсь, не помню абсолютно, как они называются, но они мне очень сильно нравятся. Они не яркие. С ними очень тяжело, мне кажется, накосячить, потому что они делают такую бронзово-серебряную, очень красивую линию, давая такую более, мне кажется, менее натуральную тень. И мне действительно очень нравится, как они ведут себя в течение дня. Кстати, по поводу того, что я нанесла себе хайлайтер достаточно жирный на все подвижное веко, у меня тени в конце дня абсолютно не скатываются. Итак, что-то я очень много сегодня с вами разговариваю, наношу в складку своего века. У меня немного надвижшее такое веко, поэтому я всегда стараюсь как-то сделать глаз больше, подчеркнуть складочку и, естественно, затемнить внешний уголок глаза, чтобы глаз казался более таким выразительным, не плоским и не таким надвижшим. Наношу все очень легкими движениями. Мне безумно нравятся эти тени. Как уже и говорила, они дают натуральную такую коричнево-серебристую бронзовую тень. И она действительно смотрится очень хорошо. И мне кажется, да, с ними накосячить, это надо очень сильно постараться. И быть абсолютно безруким человеком, чтобы как-то сильно ими переборщить. Вот, собственно, вот такой вот результат примерно, вот такого вот результата я примерно добиваюсь. Немного стряхиваю оставшиеся тени на кисточке, чтобы растушевать. И вот здесь вот не было такого проплешина. Я бы назвала это даже так. Вот. В принципе, вот так. И мне кажется, уже глаз выглядит более так поразительно. То же самое я проделываю со вторым глазиком. Немножко вас к себе приближе. Чтобы вам было более так именно наглядно видно, что же у меня происходит сейчас на лице. Беру свой любимейший карандаш от J.D. Мне он безумно нравится. Он очень мягкий, он очень черный, он бархатный. И он достаточно долго носится. Единственное, если я наношу его на нижнюю линию роста ресниц, собственно, что я буду делать сегодня. Это практически каждый мой макияж именно так и выглядит. Я всегда подвожу себе веки, я всегда подвожу себе ресничный край. Потому что, мне кажется, у меня маленькие глаза и мне хочется сделать их более выразительными. Это как-то взгляд делается на самом деле более выразительным. Итак, делаю аккуратную стрелочку сверху и подвожу нижний рост ресниц. Сейчас болтать с вами не буду, потому что это достаточно сложно и можно очень легко накосячить. Здесь уже появляется эффект именно такого кошачьего глаза. Я очень люблю такой макияж. Мне кажется, он мне на самом деле очень идет. Ну, собственно, тоже делаю сейчас, тоже самое сейчас делаю со вторым глазом и вернусь к вам. И также немного растушевываем на нижнем веке черный карандаш, чтобы глаз не был таким вот отчерченным. Перейдем к бровям. Моим любимейшим продуктом, который у меня сейчас уже заканчивается, является вот такой вот карандашик от L'Oreal. Это оттенок Deep Brown 303. Здесь безумно удобная кисточка и мне очень нравится его оттенок. Я сейчас немножко поменяла форму своих бровей, сделала их чуть-чуть потоньше. Мне очень нравится. Свет волос сейчас этот карандаш подходит идеально. Для начала я прочесываю свои брови, дабы убрать тональный крем, который я нанесла, который я могла нанести на свои брови. Абсолютно не цели нарисовать себе брови одинаково, потому что если вы внимательно посмотрите, то вам сразу станет понятно, что брови у меня очень асимметричные. И пробовать сделать их какими-то асимметричными, я считаю, что в этом смысла никакого нет. И у меня, в принципе, лицо очень асимметричное. Поэтому прошу вас сразу не говорить о том, что я как-то неправильно нарисовала брови. По сути, я просто немного делаю их ярче. Но форму своих бровей я не меняю, потому что я считаю, что это бессмысленно. Начинаю проходить от именно основания своей брови, немножко делаю ее ближе к носику. Не переживайте, если вы чуть-чуть заезжаете за края брови, потому что вы с легкостью потом, во-первых, сможете это растушевать кисточкой, которая здесь на кончике. Ну, либо же вообще любой кисточкой. И также ваша бровь чуть-чуть, если вы заедете, станет такой более естественной. Я бы это, наверное, так даже назвала. И также я никогда не переживаю, если я вот здесь заезжаю, потому что с легкостью можно это убрать. Беру кисточку. Пока карандаш не засох, он очень дает такой натуральный эффект. Также потрясающе, на мой взгляд, держит именно форму бровей и добавляет как бы таких вот бровинок. Я не понимаю девчонок, которые делают очень отчерченную форму бровей. Да, иногда это выглядит красиво, но иногда это выглядит настолько неуместно, что у меня даже, честно говоря, слов не хватает. То же самое делаю со второй бровью. Она у меня такая более лысенькая, поэтому я немного более интенсивно ее прокрашиваю. Но суть от моего нанесения и от того, как я вообще делаю брови, не меняется. Может быть, кому-то не особо нравятся мои брови, но уж извините, я ничего с своими бровями сделать не могу. Не могу. С бровями я своими закончила. Закрываю карандаш, но я его просто обожаю. Я купила уже другой, такой же, но, по-моему, он более черный. Не знаю, в общем, пока не могу вам ничего сказать по поводу того, что понравился он мне или не понравился. Далее, финальные просто штрихи уже заканчиваются. Это как раз-таки я беру пудру. Я беру пудру. Пудра у меня от Maybelline Affini Matte. И оттенок это у меня 30 натурально-бежевый. Мне он очень сильно нравится. Это, мне кажется, одна из лучших пудр вообще. Вообще, мне очень сильно нравятся пудры у Maybelline. И, собственно, беру пушистую кисточку и обычными движениями, такими вот прихлопывающими наношу. Но наносить я буду везде, кроме области переносицы и где, собственно, я хайлайтер наносила. Потому что я хочу, чтобы та область осталась подсвеченной. А если я здесь сейчас наляпаю себе пудру, то это будет выглядеть вот именно как будто бы я налепила и какие-то куски, в общем, непонятно. Просто прихлопывающими движениями разношу пудру по своему лицу. Не особо такой, мне нужен плотный слой. Но вы видите, собственно, где есть пудра, а где нет пудры. Немножко на подбородок. Я как бы обхожу эту область, где у меня нанесен хайлайтер. Немножко обязательно под глазами, потому что я терпеть не могу, когда у меня блестит область вокруг глаз. Я не знаю, бывало такое у кого-нибудь или нет. Извиняюсь, что я сейчас смотрю именно в экранчик, потому что стараюсь не смотреть в зеркало, потому что у меня абсолютно не получится вам ничего показать. Опять же, наношу под глазик. И как бы когда я припудриваю свои области вокруг под глазами, у меня нету ощущения таких огромных мешков, как они у меня как бы есть. Потому что действительно у меня достаточно большие мешки, и я, к сожалению, ничего не могу с этим сделать. Чтобы я не пробовала, от мешков меня ничего не спасает. Обязательно не забывайте наносить пудру также на шею, чтобы сравнять более-менее тон. Еще немного нанесу. Так, далее я перехожу к приданию цвета более живого своему лицу. Сейчас я вам покажу то, что я использую в качестве такого скульптурирующего продукта. Вы только не пугайтесь, не кидайте в меня тухлыми помидорами. Но мне очень понравилось именно так наносить румяна. Это румяна у меня от L'Etoile. Они в таком розово-кирпичном немного оттенке. Этот цвет у меня 105 Nostleige. Как всегда, мой колеба английский. В общем, беру кисточку, даже не скошу. Ну, то есть это обычная такая кисточка для румяна. У меня здесь, если вы можете заметить, уже такая достаточно большая обширная дырка. Потому что я очень люблю эти румяна. Они имеют такой шиммер, но этого шиммера вообще не видно на лице. Наношу на кисточку обычными движениями. Смотрю, сколько здесь продукта. Если мне кажется, что его нормально, а его сейчас немножко многовато. Снимаю излишки вот такими потряхивающими движениями. Делаю рыбку и наношу румяна в область, где у меня падает тень. Немного поднимаюсь вверх. Также беру еще чуть-чуть и наношу вот здесь. То есть как бы прорисовываю линию своей скулы. И не забываю наносить на нижнюю часть челюсти, где переход, в общем, к шее. Видите, результат есть. И, на мой взгляд, он достаточно хороший. Поэтому, если вы не знали, можете присмотреть и попробовать использовать румяна так. Если у вас нет, допустим, денег на бронзер. У меня как бы есть бронзер, но я сейчас именно вот румяна использую, потому что, во-первых, это два в одном, грубо говоря, получается. Вы освежили себе лицо и также отскульптурировали его. И, собственно, перехожу к второй стороне своего лица, делаю то же самое. Если мне кажется, что я немного переборщила, вот с этой стороны мне конкретно вам скажу, кажется, что я чуть-чуть переборщила, я беру самую обычную пудру, кисточку, и чуть-чуть наношу пудры на кисть. И вот так вот, как бы, подрастушевываю. Видите, уже как бы так по-другому немного смотрится, сделаю, чтобы было равномерно. Собственно, с лицом я закончила. Для кого-то может показаться то, что у меня сейчас на лице слоеный пирог, но мне очень нравится так краситься. Вообще, я очень люблю макияж, поэтому я не отношусь к тем девушкам, которые за натуральность. За натуральность можно в каких-то там продуктах, да, но макияж это макияж. Когда я с макияжем, я как будто бы одетая. Когда я без макияжа, я чувствую себя очень неуверенно. Сейчас выберу продукт для губ и обязательно к вам вернусь. Чуть не забыла вам сказать. Естественно, я думаю, ни для кого не будет открытием, но перед тем, как наносить продукт на губы, я беру обычную салфетку и снимаю вот этот вот бальзам, который я наносила себе на губы, для того, чтобы продукт на губах, неважно, карандаш, помада держался гораздо лучше. Потому что если у вас достаточно такие масляные губы, естественно, ни одна вообще, мне кажется, матовая, просто супер-супер-пупер сушащая губа помада не будет на ваших держаться губах настолько долго, насколько она держится, когда вы наносите на голые губы. Даже когда я стерла бальзам и остатки тонального крема со своих губ, мне кажется, у меня уже лицо выглядит абсолютно по-другому. Но раз уж я сейчас вам показываю свой один из любимейших макияжей, которые я делаю, я вам покажу и два продукта для губ, о которых меня реально спрашивают и которые мне безумно нравятся. Помада от Rimmel из серии Apocalypse. И оттенок у меня, это мой любимейший, это 101 Celestial. И карандаш от J.D. в каком-то видео я писала вам, как называется этот карандаш, но, честно говоря, я не помню, потому что там какое-то такое название, я никогда не задумывалась. Я буду прорисовывать именно контур губ, собственно, для этого и создан, и немного заштрихую губы для того, чтобы помада сама по себе держалась немного дольше. Что мне нравится в этом карандаше для губ, это то, что он настолько идеально, мне кажется, впадает с моим оттенком естественным губ, что не особо будет сильно видно, если у меня будут где-то какие-то погрешности. Поэтому я этот карандаш обожаю, у меня здесь такой грызок. Но на самом деле из каких-то, которые у меня есть, есть абсолютный аналог этого. Если вам интересно, это какой карандаш из обычных магазинов можно приобрести, идеально совпадающий с этим, то вы мне обязательно напишите, я вам напишу. Но, по-моему, это DIVAGE. Он имеет такой немного фиолетовый потон. Вот это вот реально мой цвет, потому что я не знаю, как так, но у меня губы немного имеют такой фиолетовый оттенок. Я не знаю, как так, но если я очень сильно замерзаю, мои губы чуть ли не зимние становятся. Итак, с карандашом я закончила. Я, кстати, очень люблю его использовать именно и в дуэте. То есть, когда один просто наношу и вот так вот хожу. Немного могу блеска добавить сверху, прозрачного абсолютно, потому что он чуть-чуть сушит губы. Помаду от Rimmel Apocalypse в оттенке 101. Очень мне нравится кисточка. Она очень, во-первых, приятно пахнет, немного под конец сушит губы, но она мне настолько нравится, мне кажется, она, опять же, идеально мне подходит. И мне кажется, она очень хорошо дополняет мой образ. Все, макияж я свой сделала. Сейчас буду снимать видео про уход за волосами. Если вам интересно, то обязательно ждите следующего видео. Я надеюсь, что вам оно будет интересным и вам оно будет полезным. Также я надеюсь, что вам понравился мой такой небольшой туториал. И вы поняли, что кисточка для нанесения вот этого вот именно макияжа, она просто потрясающая и стоит она там в районе, по-моему, 700 или 800 рублей. Не так дорого. Учитывая то, какая у нас сейчас ситуация в стране, у меня из этой кисточки не выпало еще ни одного волосочка. Поэтому я могу сделать вывод, что она мне очень сильно нравится. Хотя цена у этой и следующей, очень, мне кажется, много говорю о следующей, но реально, мне безумно понравилась эта кисть, поэтому всем могу ее поставить. Потрясающая кисть, очень плотно набитая, потрясающе наносит тональный крем. И я пойду ее мыть для того, чтобы сделать следующее видео уже с другой кисточкой. Итак, на этом я буду с вами прощаться. Огромное вам спасибо за внимание. Я вас всех очень сильно люблю. Всех целую. Пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok